Создать новую конституцию, которая обеспечит права всем гражданам Сирии. Такую идею выдвинули представители сирийских оппозиционных движений и духовенства, собравшиеся на авиабазе Хмейми. Они предложили сформировать инициативную группу по разработке проекта основного закона, который должен быть вынесен на всенародное обсуждение. По просьбе самих оппозиционеров, встреча была организована в Российском Центре по примирению враждующих сторон. Я считаю, что сейчас наступило время для начала политического диалога. Наша страна нуждается в новой конституции. Для этого нам необходимо привлечь все силы, всех полевых командиров и муфтиев. Всех, кроме террористов. Им нет места на сирийской земле. Участники встречи, несмотря на разногласия, единоношно высказались за сохранение целостности и суверенитета Сирии, которая должна, по их мнению, оставаться светским государством. И сегодня же стало известно, что НАТО высоко оценило операцию российских ВКС в Сирии. Правда, не публично, а в документах для внутреннего пользования. В распоряжении немецкого журнала «Фокус» попал секретный аналитический доклад, подготовленный в брюссельской штаб-квартире Альянса. В нем говорится, что российская авиация в Сирии действует точно и эффективно, демонстрируя высокий профессионализм. И при этом добивается гораздо больших результатов, чем НАТОвская авиагруппа, которая насчитывает почти в пять раз больше самолетов. В документе также приводится мнение экспертов, которые считают, что новейшие российские истребители Су-35 превосходят, по своим показателям, боевые самолеты НАТО. При этом в докладе нет ни слова о том, что от российских авиаударов якобы страдают мирные жители Сирии, как это часто утверждает западная пресса.